В период с 1 декабря 2014 года и по 12 января текущего года из установок залпового огня «Град», «Ураган», самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика», также другого тяжелого вооружения, в том числе с применением зажигательных боеприпасов, были обстреляны Донецк, Горловка, Докучаевск и другие населенные пункты. В результате убито более 40 человек и более 120 получило ранения. Частично или полностью разрушены жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры и коммуникации. Действия лиц из числа высшего политического и военного руководства Украины, осуществляющих командование так называемой антитеррористической операции, проводимой на юго-востоке Украины, также подконтрольных им командиров украинских националистических батальонов Айдар, Азов, Днепр, квалифицируются не иначе, как геноцид. И необходимо отметить при этом, что такие действия украинской военщины квалифицируются как особо тяжкие преступления не только по российскому законодательству, но и по нормам международного права. Это уже не первое уголовное дело, которое возбуждается Следственным комитетом России в связи с убийством на Донбассе мирных жителей, в том числе стариков, детей, журналистов и российских граждан. Видимо, пытаясь скрыть от мировой общественности имена этих военных, украинское командование, очевидно, надеясь, что их никто не узнает, провело ротацию. Но это их наивное заблуждение. Нет никаких сомнений, что и в этом случае российские следователи приложат все имеющиеся у них в распоряжении законные силы и средства, чтобы не только установить именно тех новоиспеченных, в кавычках, борцов с мирным населением Донбасса и пополнить список фигурантов уголовного дела, но и придать их гласности, чтобы весь мир узнал, чьими руками творится беззаконие на юго-востоке Украины. При этом откровенно циничным выглядит то, что весь мир так единодушно откликнулся на трагедию во Франции и также единодушно не замечает более циничных, не побоюсь этого слова, варварских преступлений, которые ежедневно совершаются украинской власти на Донбассе. Что же касается правовых оснований привлечения украинских военных и наемников к уголовной ответственности, то могу сказать, что российское законодательство в соответствии с частью 3 статьи 12 Уголовного кодекса России дает право привлекать иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов Российской Федерации, к уголовной ответственности. В случаях, если преступление, направленное против гражданина Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если иностранные граждане не были осуждены в иностранных государствах и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.